всем привет я всех поздравляю с началом весны сегодня 1 марта желаю отличной погоды хорошего настроения верить то что все будет хорошо на фоне текущих событий как-то хочется больше оптимизма и в общем чтобы весна это запомнилось вам помнилось хорошими событиями радостными и новыми не знаю процессами вышивками наборами в общем чтобы она вам запомнилась положительном ключе ну а начать хочу свой так сказать отчет вот с этого замечательного зайчика это от компании реолис превью я конечно же куда-то положила и вам его показать не могу но в принципе тут уже и так понятно что это крольчонок в цветах и вот такие у меня продвижения получается за две недели там две недели с вами почти не виделись там у меня видео вышло ну будем считать 14 я его снимала вышло только 16 или 17 февраля в общем такой замечательный милашный крольчонок получается я очень рада что я его начала он действительно дарит положительные эмоции отличное настроение у меня когда я его вышиваю и ловлю себя иногда на мышь на мысли что очень сложно его перестать вышивать но времени времени не очень много сейчас на вышивку дальше покажу свой второй текущий такой активный процесс это у меня ранняя весна от панна вот у меня уже вырисовался вот такой вот домик со своим практически готовым отражением вот тут вот домик с крышей у меня в отражении крыша еще не доделано тут вот уже есть заборчик такой которым мне пришлось вот сначала я вышел этот светлый цвет не не тем цветом ниток сегодня утром я сидела его распускала и все-таки вышла правильным цветом ниток до распускать что-то это прям мое самое нелюбимое занятие наверное как и у всех но вышивать процесс мне тоже очень нравится я его беру по выходным сейчас собой к родителям когда мы там у них когда мы там у них приезжаем в гости вот такая красота получается действительно такая ну пока тут не понятно что это ранняя весна но тут вот видите на заднем фоне у нас будут горы а здесь я уже что не дождусь и сверху в принципе когда я буду вышивать вот этими цветами очень я люблю такой бирюзовый мятный в общем голубой цвет так что процесс в процессе так сказать также в тот раз я показывал вам незаконченного удмуртского удмуртский по моему был дед мороз я его закончила отчет отправила и получила схему нового деда мороза из якутии я в якутии жила так что для меня этот дед мороз актуален сегодня 1 марта у меня осталось две недели чтобы его вышить надо не затягивает чтобы не вышивать последние в последние дни вот хочу начать пораньше так что я надеюсь скоро в компанию к этому деду морозу прибудет еще один и продолжаю свой малюсенький процесс от майкла пауэлла с кривым домиком вот на таком этапе небо почти все готово или все тоже нет почти все готово здесь же будет как бы такое солнце но она тоже голубыми оттенками вышивается и по схеме не с этого домика на я не поключу вышиваю так подбором на глаз не с этого домика должен быть где-то вот такими же цветами но по мне так это не совсем логично учитывая то что я вверх сделал таким сиреневым цветом так что низ у меня будет скорее всего тоже сиренево-фиолетовый ну осталось не так уж много тут вот вот эти вот крестики это будут цветы мы здесь то вышить солнце небо и нижнюю часть домика и там еще конечно много поэкстича ну я процессе периодически беру этот сюжетик и вышиваю чем же я занималась еще давайте я вам покажу минутку скрабукинга я продолжала делать странички в альбом для девочки вот это у меня тут первый второй месяц такая вот нижняя тенка красота получается здесь фотографии для фотографии здесь можно фотографию или карточку оставить и еще здесь такая карточка тоже фотография это у нас первая будет страничка вторую третью я показывала вам и они в общем я запуталась но извините не 2 3 это будет в пару к этой страничке но я еще ее не сделала потом там 4 5 6 7 я показывала теперь вот здесь вот будет 8 месяц заблудился тут такая карточка для четырех фотографий здесь еще четыре фотографии можно непосредственно в кармашек еще фотография складывать и вот таким образом эта страничка у меня закрывается далее 9 месяц вот такой еще у меня мишка с куклой здесь вот на карточке можно что-то записать еще можно фотографию под карточку здесь место для фотографии можно также здесь что-то фотографии размещать можно сюда в общем такой довольно вместительный будет альбомчик далее у нас тут 10 11 месяц вот эти вот закрывашечки открывашечки это мои самые любимые в альбомах здесь это тоже рамочка для фотографии здесь два небольших ты же когда записи здесь еще такая карточка можно на нее сайте наклеить фотография можно что-то написать здесь на 4 фотографии здесь еще можно приклеить две или там зависимости от размера фотографии сколько фотографий вместится и также под этот вот эта конструкция называется мостик вот это можно вместить еще несколько фотографий просто не наклеивая их никуда все бабочки цветочки и последнее это будет страничка тут как по и имеется ввиду что это первый день рождения такие шарики бабочки можно также вот этот мостик складывать фотографии здесь две такие карточки для каких-нибудь памятных записей также можно что не знаю в этот мостик можно какую-нибудь открытку положить еще у меня вот здесь есть место куда также нужно разместить небольшую фотографию или открытку в общем такие странички получаются когда делаю альбом я уже на этой неделе должна по нему отчитаться с ним участвую в совместнике я вам покажу готовый альбом и еще в одном проекте я участвовала по про букингу мы к 8 марта там 8 празднику 8 марта в общем делали вот такую коробочку по мастер-классу такая она многослойная вот нежная получилось коробочка эта коробочка то есть вот здесь вот выдвигается сюда можно положить денежку или подарочную карточку то есть такая подарочная коробочка еще она с открыткой открытка открывается вот так вот такая вот красота получилась у меня я считаю красота я решила свое творчество называть красотой потому что мне действительно нравится надеюсь вы со мной согласны что это действительно красота и немножко о планах расскажу так как первое 1 марта начало весны я решила начать сегодня вот этот процесс который недавно показывала в покупках от реолис называется он у меня это будет называться букет гербер как они там букет гербер вот помню на букву г и вот за сегодня сколько я успела это у меня из наверное вот этого центрального скажем так цветочка из центральной герберы в этой части вышиты несколько зачаточных лепесточков но начало положено надеюсь не затяну я с этим процессом тоже за весну планирую его закончить также скажу что душевные переживания сейчас наверно посещают всех не можем оставаться наверное равнодушны к происходящему поэтому для своего душевного спокойствия для себя я решила вышить вот такую подвеску с ликом святой блаженной матроны московской вот меня в пакетике материалы набор опять от новой слободы нравится мне их комплектующих набором ближайшее время начну на так как размер тут на самом деле небольшой совсем 66 на 7 сантиметров но двухсторонняя вышивается на такой основе я думаю много времени не займет главное чтобы это время у меня все таки было извиняюсь за громкий звук и еще я покажу вам покупки я тут решила что к 8 марта я должна сделать себе подарок ссылку на магазинчик который я недавно тут обнаружила началось все с ярмарки мастеров я там нашла один набор который мне очень понравился там по очень привлекательной цене у них на самом деле немного наборов наличие но тем не менее я сделала такой небольшой заказ давайте вам покажу я его еще не открывала во первых у меня здесь кусочек вот такой вот равномерки это у нас луган 25 цвет зеленый лес 33 на 34 сантиметра я хочу вышить на ней сюжет там по бесплатной схеме от дименшинс для темп си правильно нет дименшин стал на темп си идет и сделать рождественскую подушку такой кусочек небольшой вы подушку будет соответственно небольшая но там и сюжет не очень большие для этого я купила еще вот такой вот моточек ниток металлизированных димси диамат цвет цвет вот где здесь цвет не значит указан а вот этот цвет до 5200 наверное это он он такой здесь не видно но он белый с люрексом в общем красиво переливается буду вышивать как раз на этой основе ой ой достать не могу вот это виновник моей покупки набор от марии искусницы ежевика очень мне он понравился вышивается на равномерке такого красивого цвета равномерка и мне нравятся ботанические всякие сюжеты именно у марии искусницы они очень классно проработаны наверное ближе к осени я его все-таки хочу начать но посмотрим ой и отдельно упакованы я тут купила себе снова любимый риолис даже я без риолиса это вот такие сюжеты на конвес нанесенным рисунком дом просто была классная цена что-то 300 по моему чем-то рублей или 400 ну в общем сейчас уже таких цен редко где встретишь вот такая мельница из образца ниток такая вот роза тоже на конвес напечатанным рисунком это фоторамка я как-то одну вышивала решила вышить еще ну там был я порой